Девушки отдыхают В сентябре 2019 года Джастин Гэджи и Дональд Сиронне возглавили турнир ЕФС в Канаде, и уже по взвешиванию было понятно, что эти парни давно знают друг друга. Бывшие спарринг-партнеры неплохо так зарубались в былые времена, и по словам Хайлайта, именно Ковбой стал первым парнем, который потушил ему свет на тренировке своим фирменным хайкиком. Спустя долгие годы им пришлось встретиться в клетке, и на этот раз все сложилось по противоположному сценарию. В конце первой пятиминутки Дональд ринулся в атаку и пропустил мощнейшие попадания на ближней дистанции, после чего он только защищался. Проявив огромное уважение, Джастин несколько раз остановился и посмотрел на рефери, дав ему понять, что пора заканчивать. После боя парни обменялись любезностями. Гэджи сказал, не хочет больше биться с Сиронне, а Дональд в свою очередь похвалил его за отличную работу. Я говорил до боя, что если падаешь лицом вперед, то бой закончен. Мне показалось, что Дональд так упал два раза, и мне пришлось продолжать бить, а Дональд мой друг, я просто не хотел продолжать бить его. На турнире Центурион Бен Дэвис проявил невероятные акты милосердия в поединке с Масламом Русламом, после того, как он не стал усугублять последствия своих ударов. В неравной схватке Бен перевел соперника вниз уже после первой попытки и стал добивать его на земле жесткими ударами, дожидаясь остановки рефери, который так в итоге и не вмешался. Люди в зале кричали, что пора заканчивать, но бой все равно продолжался. И только после того, как Дэвис прекратил побои и дал понять, что это конец, бой был остановлен, а рефери получил толчок в свою сторону за непрофессионализм. 41-летний бразилец Франциско Триналдо в июле этого года довел свою серию побед до трех успешных поединков, установив несколько рекордов с учетом его возраста. Последнюю победу он одержал над Джеем Хербертом, удосрочив его левым оверхендом в третьем раунде, при этом проведя тяжелейший поединок. После того, как Джей упал, он полностью потерялся в пространстве, продолжая защищаться только вытянутой рукой, что заметил Франциско, который завис над ним на пару секунд и продолжил его бить только из-за того, что Херб Дин не завершил бой. Это не понравилось комментатору Дэну Харди, который предъявил за эту ошибку рефери, обменявшись с ним несколькими фразами, после чего ему прилетела Данны Вайта. Никогда больше не повторяйте подобное, это же касается и бойцов. Если ты наш боец, и ты просто положишь руку на судью или официальное лицо, ты больше никогда не будешь драться у нас. Лиота Мачидо – один из самых уважаемых бойцов ММА, и заслужил он эту славу своим менталитетом. Уважение до и после боя не пустые для него слова, ведь в октагоне он также придерживается принципа «не навредить», в чем можно убедиться, посмотрев его победы. На турнире в Англии в конце 13-го года он провел встречу с Марком Мунизом, своим другом, о чем было понятно уже на взвешивании бойцов. Отправив Марка на пол хайкиком, бразилец не нанес ни единого лишнего удара, дождавшись остановки рефери. Спустя пару секунд оба спортсмена обменялись уважением, заставив зрителей в зале аплодировать стоя. Рой Нельсон также остался недоволен поединком со своим другом Антонио Сильвой, когда ему пришлось наносить тяжелейшие удары по разбитому бразильцу. Дожидаясь остановки Джона Маккарти. Большая деревенщина был взбешен работой рефери, после чего он пнул его и показал ему средний палец. Это был толчок. Я сказал ему «Мужик, ты чего?». Потом мы поговорили в клетке. Я говорю «Чувак, он был в нокауте!». А он говорит «Нет, не был!». А я знаю, что такое нокаут. Я нокаутировал людей. Я делаю это, чтобы жить. Я не хотел вредить Бигфуту больше необходимого. Меня это зацепило. Я выбиваю из человека дух, и когда достаточно, тогда достаточно. Это задело мои чувства. Я извиняюсь перед Большим Джоном, но назад сделанного не беру. Меня расстроило то, что пришлось бить парня, которого не нужно больше было бить. Позже появилось фото, где две стороны уладили конфликт, закончившийся пинком от Маккартия. Последнюю свою победу Роналда Жакаре Соуза одержал в 2018 году. Но именно за то, что он сделал после победы, фанаты будут помнить его еще долгие годы. В противостоянии с Крисом Вайдманом первый раунд остался за американцем, который выглядел заметно быстрее и нанес намного больше ударов. Во втором раунде Соуза выровнял поединок, сумев навязать сопернику рубку на средней дистанции. Вайдман же заметно замедлился. В третьем раунде показалось, что Крис сумел сохранить больше сил, и он снова был более активным. Однако ближе к концу раунда он пропустил тяжелый удар правой и оказался на полу. Рефери некоторое время не останавливал поединок, хотя Роналда указывал на то, что Крис уже в нокауте. В итоге Соуза нанес пару добивающих ударов, после чего бой все-таки был остановлен. Бразилица в итоге оттолкнул рефери, после чего, коснувшись его плеча, неодобрительно покивал головой, намекнув на позднее завершение боя. Я ждал этого боя пять лет. Думаю, я проиграл первый раунд. Выиграл второй, выигрывал третий, а потом нокаутировал его. Я недоволен работой рефери. Он не останавливал бой. Он хотел, чтобы я добил Криса. Но мне нравится Вайдман. Я его большой фанат. Он хороший отец и семьянин. И я очень его уважаю. Студент колледжа Квинси, Майк Пантанго, одерживал верх в любительском бою над Джереми Ресснером. У Пантанго получалось все. Удары коленом в голову, хайкики, удары локтями и бэкфисты. Ресснер переносил все это с молчаливым упрямством. И кажется, был готов дальше развлекать толпу, которая следила за его избиением. Но внезапно соперник постучал в знак сдачи. Я почувствовал, что в нашем бою больше нет смысла. Ресснер был не готов драться со мной. Мы просто любители. Мы не получаем деньги за бои. И я знал, что единственный способ победить в этом бою – отправить соперника в госпиталь, сильно избив. Я не хотел этого, поэтому просто постучал, отдав Ресснеру победу. Один из самых громких поединков в истории легкого веса между бывшим чемпионом и действующим закончился остановкой одного из бойцов. Би Джей Пен провел целых три раунда в стойке с Шоном Шерком, нанеся ему в конце пятиминутки жесткое колено в голову, после чего начав его молниеносно добивать. Его соперника спасла сирена, после чего он не смог пойти в свой угол, продолжая отходить от побоев. Пен показал рефери на это и дал ему понять, что пора заканчивать, после чего поединок был остановлен благодаря вниманию чемпиона. Джо Лоузен однажды проявил чудеса внимательности, когда он забил на земле Токонори Гоми мощнейшими ударами, после чего просто встал и пошел, не дожидаясь остановки рефери, который не заметил, что японец уже выключился. Я не сомневался, что это был конец, хотя обычно я всегда иду до конца. Сначала я подумал, что Херп Дин уже завершил бой, но он не дотронулся до меня как обычно, хотя Гоми явно уже был без сознания. Он лежал лицом вниз, не защищаясь, он почти не двигался. Когда я встал и пошел, я только потом понял, что поединок еще не закончился, но потом рефери остановил его. Я просто не хотел наносить лишние удары. Магомед Бибулатов записал в свой актив хорошую победу над бразильцем Джесиеллой Сильвой на турнире ACA 100. Пробив сопернику лоу-кик во втором раунде, он не стал его добивать, нанеся пару показательных ударов и дав понять рефери, что все кончено, тем самым получив уважение от зрителей за столь уважительный поступок. Друзья, не забывайте оценивать наш ролик и писать комментарии под видео с вашими темами для следующих выпусков.